Более суток продолжались поиски пропавшего в дремучем лесу ребенка. Забегая вперед, скажу, что мальчик найден. Интервью с ребенком более суток проведшим в холодном, диком лесу мы вам покажем. Женя Харламов потерял в лесу свой телефон. Вместе с друзьями они решили его отыскать, и во время поисков пропал он сам. Леса вокруг села Большое Орловское глухие. Там есть волки, медведи. Еще вчера сразу же были начаты поиски ребенка. Волонтеры, полиция, МЧС, все возможные службы были задействованы. Друзья рассказали нам о том, как мальчик пропал. Велосипед он бросил вот в этой части и пошел вот в ту сторону, вон туда. Начали его кричать. Мы покричали где-то полчаса-час, и с другом пошли искать его в лес. Прошлись метров сорок, еще раз начали кричать. Один раз мы крикнули, он один раз нам открикнулся. Мы решили туда побежать, но в итоге бессмысленно, там его не было уже. Все известно, он в пятницу потерял, говорит, телефон. Потерял телефон, и они вот вчерашний день пошли его искать. Еще в пятницу потеряли? Да. И семь человек пошли искать. А почему вчера решили пойти? Ну, времени, говорит, у нас не было ни тот день, ни в субботу, ни в воскресенье. Времени не было. А вчера вот выбрали время и пошли. Вон там как раз мы и сидели, искали телефон. Искали вот в этой части его телефон, но никак не нашли, и решили пойти в ту часть, на дорогу выйти, чтобы поискать, может, где-то там. Я понимаю, если бы был какой-то блатной гаджет. Обычный кнопочный телефон, который можно купить за тысячу рублей в магазине. Ну, семья бедненькая, скажет, мамку будет ругаться там, чего ли. У него в голове-то и все. И они пошли. Пять человек ушли пораньше, а они с девчонкой вдвоем остались. Он решил свернуть лес, потому что пошел с подругой. Мы пошли вперед, подождали несколько минут, ну, сколько, ну, минут пять подождали, и вышла только подруга, без Жени. Мы спросили, типа, а где Женя? Она такая, не знаю, он что к вам не вышел, мы такие, нет. Он поначалу сказал, что пойдет на поселок, в итоге, может, он захотел сократить путь тем самым, но в итоге потерялся. Несколько часов самостоятельно искали, а потом уже взрослых подключили. Потому что первые часы мы испугались и, как сказать, забыли, ну, испугались ответственности, короче. А ребята, которые с ним были, оставшиеся пять человек, они, ну, приходили, что-то говорили? Ничего, вот только когда милиция их допрашивала, вот они давали показания, ничего не говорили, они ей вообще промолчали, никто ничего не сказал. Дискать, Женька-то потерялся. Это только вот по секрету ребятишки, вот пришла эта компания, остатки-то ребятишек, которые, и они матерям по секрету сказали. И тогда уж родители пришли и сказали ей, вот тогда уж и стали. Вот, как дело-то было. В месте, где, предположительно, они наводили переправу, провели водолазный поиск, где они нашли. Ну, а дальше это поиск уже, то есть работа следственного комитета с очевидцами, то есть свидетелями и поиск по лесу. Я не знаю уже, сколько можно искать в сутки, что ли. Да иногда ведь и больше ищут. И находят благополучно. У него вот что с собой было? Я даже не знаю. Он в лесу не выживет. Он не приспособлен к этому. Но мальчик, к счастью, выжил. Сегодня, во второй половине дня, он был найден. Я просто там не ел, не пил. Я, это, бегал. То есть ты сутки без воды? Да. Как ты согревался ночью? Все-таки дождик был. Меня вот так вот отрясло всего. На лесной дороге, там немного отошел, собрал еловых веток и под елку лег спать. Ты был босой, почему? Потому что у меня болели ноги. Ну, снял ботинки с носками, чтобы ноги не так сильно болели. Я просто шел по лесной дороге, увидел вышки, вышел на асфальт, направился в сторону дома. Меня там уже подхватили, в школу привезли. Я верил, что меня либо же найдут, либо же я сам выйду. Ты, насколько известно, пошел телефон искать? Да. Как считаешь, вообще оно того стоило? Телефон-то кнопочный. Ты переживал, что тебя ругать будут или что? Ну, все равно вещь... Мне же все равно надо было как-то связываться с мамой, с братом, с тетей и с друзьями. В лес еще пойдешь? Неа. Теперь у него будет домашний арест. Все, никуда не отпущу. Кстати, свой телефон Женя Харламов не нашел. Искать уже не будет.